Это подкаст. Перед тем, как мы начнём, убедитесь, что вы подписаны на «Кавказ. Реалия» и не забудьте поставить лайк, если слушаете нас в Ютубе. Это помогает нам привлечь новую аудиторию. Оппозиционный чеченский телеграм-канал «Адат» рассказал об обстоятельствах гибели бывшего администратора их чата Салмана Типсуркаева. О судьбе чеченского активиста два года ничего не было известно. СМИ и правозащитники упоминали его в статусе похищенного. «Адат» выпустил заявление после выхода в Ютуб-канале «Скажи Гордеевой» интервью юриста команды против пыток Ольги Садовской. В нём Садовская заявила, что Типсуркаева правозащитники не смогли спасти. После выхода этого видео в беседе с «Кавказ. Реалией» юрист уточнила, что у команды против пыток нет каких-либо новых данных по делу Типсуркаева. Но, учитывая обстоятельства его похищения, есть основания считать, что его нет в живых. То есть, что бы я хотела сказать, это то, что, учитывая обстоятельства его похищения и отсутствие какой-либо информации о нём в течение последующих двух лет, есть основания предполагать, что Типсуркаева уже нет в живых. Новых данных по сравнению с нашей последней публикацией о деле у нас никаких нет. И вот те данные, которые были опубликованы АДАТом, информация, которая нам вообще неизвестна. И мне очень странно, что если у них есть какая-то информация об этом деле, они не обращались, например, в руководительные органы. Они это не публиковали ранее. В движении АДАТ рассказали, что информация об убийстве их бывшего модератора поступала к ним давно. Но они до последнего надеялись, что он может быть жив. Салмана Типсуркаева похитили 6 сентября 2020 года в Геленджике. Его увезли люди, которые представились сотрудниками МВД. Впоследствии Европейский суд по правам человека признал, что Типсуркаева похитила группа из трёх-пяти человек в чёрной форме чеченской полиции на чёрных автомобилях Toyota Camry с чеченскими номерами. Родственники смогли отследить местонахождение телефона Типсуркаева. Он оказался на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном. По данным АДАТ, после похищения и пыток, включавших в том числе сексуализированное насилие, 7 сентября Типсуркаева вынудили сняться в постановочных видео, где он якобы свободно гуляет по Грозному. В движении АДАТ считают, что затем активиста вывезли из города и ещё на протяжении недели подвергали пыткам и унижениям. Типсуркаев был убит 15 сентября на военном полигоне в селении Джалка Гудермесского района Чечни, говорится в заявлении движения. Джалка – это родовое село Адама Делимханова, депутата Госдумы от республики и приближённого главы Чечни Рамзана Кадырова. Представитель движения АДАТ Ибрагим Янгулбаев обвинил в убийстве Типсуркаева самого Делимханова. По его словам, на полигоне в Джалке активиста связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали её. Янгулбаев назвал предполагаемых исполнителей убийства – это Адам Делимханов и его брат Шарип, начальник управления Росгвардии по Чечне. Привёл в действие гранату именно Делимханов, утверждают в движении АДАТ. Подтверждений своих слов Ибрагим Янгулбаев не привёл. Сведений о причастности братьев Делимхановых к убийству Типсуркаева в других источниках нет. При этом и Рамзан Кадыров, и муфти Чечни Салах Межиев оправдывали пытки над Типсуркаевым. После убийства, по данным АДАТ, тело Салмана Типсуркаева передали родственникам, приказав похоронить его тайно и в безымянной могиле. Информацию об убийстве Типсуркаева также прокомментировал бывший сотрудник команды против пыток, юрист Абубакар Янгулбаев. Он допускает, что заявление и команды против пыток, и АДАТ могло быть сделано на основе частичных доказательств. По его оценкам, ни один из источников на 100% не подтверждает смерть Типсуркаева. Янгулбаев добавил, что в кадыровских подвалах человека могут держать несколько лет, а затем списать как террориста ради премии для силовиков. Он призвал следственные органы Чечни высказаться о продвижении уголовного дела о похищении, а родственников Типсуркаева подтвердить, действительно ли они его похоронили. Оппозиционные чеченские общественные деятели Ахмед Закаев и Джамбулат Сулейманов отвергли причастность к действиям в Косово некой группы чеченцев и черкесов, о которой заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич рассказал журналистам, что перед очередным обострением отношений с Косово в этой частично признанной республике находилась группа чеченцев и черкесов из числа противников режима Рамзана Кадырова. По словам Вучича, эти люди занимались вербовкой потенциальных солдат для участия в войне с Россией на стороне Украины, а также собирали информацию о вооруженных сербах на севере Косово, как он выразился, для их нейтрализации. Президент Сербии утверждает, что в группу входили Ахмед Бахаев и Идрис Арзасанов, якобы связанные со сторонниками непризнанной Ичкерии Сулеймановым и Закаевым. Эту новость растиражировали прогосударственные СМИ в Сербии, вынеся в заголовке слова Вучича о национальности предполагаемых вербовщиков. Собеседники Кавказа Реалии в чеченской диаспоре заявили, что не знают, о каких людях говорит президент Сербии. Премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев рассказал редакции, что он вообще не в курсе, о чем идет речь. Об этом же сообщил глава базирующегося в Европе Чеченского комитета государственной основы Талам Джамбулат Сулейманов. Он назвал слова Вучича провокацией со стороны Сербии, союзницы России. При этом в новостях, касающихся Балканского полуострова, периодически появляется фамилия главы Чечни. Например, год назад делегация Европейского мусульманского форума посетила сербский город Новий Пазар. Место администрации пообещали, что на средства Чечни в городе построят центр по изучению Корана. Условие было одно – называть религиозную школу в честь Ахмата Кадырова, отца главы Чечни. А прошлым летом Рамзан Кадыров стал главным героем рекламы музыкального фестиваля «Чечения фест» в Биличе, преимущественно сербском муниципалитете на юге-востоке Боснии и Герцеговина. Его фото в военной форме было напечатано на афишах фестиваля, а также опубликовано в социальных сетях. Организаторы фестиваля заявили, что не видят ничего спорного в продвижении с помощью изображений Кадырова, а название «Чечения фест» по их словам возникло как шутка. Скачивайте приложение «Кавказ.реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Чечне объявили о реорганизации в боевой нефтяного полка полиции. Такое заявление сделал Рамзан Кадыров. Уже существующий полк станет боевым, а вместо него будет сформирован еще один. В него войдет до 2000 человек. Рамзан Кадыров каждую неделю сообщает об отправке на войну в Украину новых групп так называемых добровольцев, которые проходят подготовку в университете спецназа в Гудермесе. Между тем, в Краснодарском Армавире для поиска контрактников на войну в Украину по городу расклеили объявление от военкомата. Наемникам обещают более 1 миллиона 900 тысяч рублей в месяц, но только за участие в активном наступлении. В объявлении приведена подробная таблица выплат военнослужащим от рядового до лейтенанта. Сотрудники военкомата подсчитали, рядовой может максимально получить 1 миллион 903 тысячи рублей, а лейтенант 1 миллион 956 тысяч рублей в месяц за участие в войне против соседней страны. При этом участие в войне в Украине становится смягчающим обстоятельством в приговорах российских судов. Так, военному из Нальчика Ахмату Сазаеву назначили минимальное наказание по статье за наркотики. При вынесении приговора суд учел участие подсудимого в российском вторжении в Украину. Как следует из материалов дела Сазаев забрал закладку с граммом мефедрона. В суде бывший контрактник признал вину и раскаялся. Санкции по вменяемой Сазаеву статье предусматривали штраф до 40 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы. Гарнизонный суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Адам Саидов, сын заместителя представителя главы Чечни в аннексированном Крыму Мурата Саидова, находится в Украине. Его не обменивали на парамедика Юлию Тайру Паевскую. Такое заявление сделал киевский блогер Владимир Золкин, который несколько месяцев назад говорил с Саидовым. С момента интервью в положении сына зампредставителя Кадырова ничего не изменилось, а информация об обмене является вбросом, утверждает Золкин. Кавказ-реалия не располагает комментариями ни родственников Саидова, ни официальных структур по поводу местоположения и судьбы этнического чеченца. В апреле в интервью Золкину Саидов рассказывал, что украинские силовики перевезли его в безопасное место, так как ему грозила опасность со стороны кадыровцев. Он боялся стать для них сакральной жертвой ради пропаганды. Также он назвал кадыровцев заблудшими людьми и попросил чеченцев не принимать участие в войне в Украине. В июне журналистка Первого канала Ирина Куксенкова сообщила об обмене украинского парамедика Юлии Паевской на Саидова. После чего я позвонил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев и обвинил журналистку Первого канала в провокации. В чеченском оппозиционном движении АДАТ резко раскритиковали оппозиционного политика Михаила Ходорковского за его высказывание о сепаратизме на Северном Кавказе. В следующем твите Ходорковский уточнил, что, по его мнению, выход территории из состава государств возможен, но при подавляющей поддержке жителей. В ответ в движении АДАТ назвали Ходорковского империалистом и обвинили в том, что он примазывается к противникам войны в Украине, так как в прошлом до попадания в Апалу он сам был бенефициаром политического режима России, ответственного за кровопролитие в Чечне. Это были главные новости недели на Северном Кавказе. Подписывайтесь на нас, там, где вы слушали этот выпуск, смотрите наш YouTube-канал и скачивайте, пожалуйста, наше приложение. С вами была я, Катя Филиппович. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Просто надень наушники. Подкасты Радио Свобода.